13 микрорайон, дом 5, 2, 36, по-прежнему не освещается, столбовое освещение, вот его даже не видно. Хотя обещали в течение недели сделать свет уже, сколько уже, три недели, даже четвертая неделя идет. Обещали по телевизору, вся Караганда слышала. Около месяца назад жители 13 микрорайона обратились на канал, чтобы заявить о своей проблеме. Вот уже длительное время микрорайон вечером погружается в кромешную тьму. Дома здесь расположены далеко друг от друга и от центральных улиц. Расстояния большие. В темноте стало опасно ходить. Не ровен час куда-то провалишься или кто-то подстережет в темноте. О критической ситуации было сообщено в отдел жилищно-коммунального хозяйства города. И вот как тогда нам ответили. Специалистами отдела канала хозяйства, соответственно, с подрядной организацией выясняются причины, почему не горит освещение. Ближайшую неделю работы будут произведены по восстановлению данного объекта. То есть, да, вот эта улица и дворовая территория. Сейчас еще выясняем, в чем причина. Потому что разные, может быть, это лампы освещения, может быть, это трансформаторный пункт, что-то. Ну, вот этой причиной выясним и восстановим освещение. Получив такой ответ, жители обрадовались и стали ждать долгожданного света. Но прошла неделя, другая, четвертая подходит к концу, а света так и нет. Результата никого нет, никакого нету, абсолютно. Просто у нас в очередной раз, получается, просто обещанием кормят. Обещали людям по телевизору, все видели, все слышали. Теперь мне все приходят, звонят, где свет, почему нету света. Даже подключить надподъездный свет, оно все идет от центрального столбового освещения. Все провода, вся проводка идет от столбового освещения. Но можно же один фонарь подключить, чтобы оно освещает не один двор. Оно несколько домов сразу дворы освещает, освещение идет. У нас тут участились кражи, автомобили, колеса снимают, все бьют, стекла бьют. Вот буквально с понедельника на вторник тоже сняли с машины колеса. У нас отведено место для стоянки, для машин специально есть территория. Утром приезжаем, машина стоит на боку, ну, тут людей машина, стоит на боку без колес. В справедливости ради заметим, что тропу около 54-й школы все же осветили, подключив несколько фонарей. Но детям надо еще как-то добираться до своих домов. Ходить с фонариками – это не норма в 21 веке. В областном центре, в 200 километрах от столицы, мы вновь обратились в отдел коммунального хозяйства за разъяснениями. И нас заверили, что компания «Алсер», занимающаяся освещением, уже наладила работу фонарей. И свет люди увидят уже сегодня. Появился ли свет, мы выясним совсем скоро и сообщим дополнительно. Ирина Вобещевич, Дмитрий Обырок, Наталья Заяц, 5 канал.